Уважаемые любители искусства, сегодня мы познакомим вас с выставкой, которая проходит в картинной галереи, выставка «Экслибрисы» из частной коллекции братьев Черновых. Александр Степанович Чернов – наш давний друг галереи, коллекционер, с которым мы сотрудничаем уже многие годы. И из коллекции Александра Степановича в собрание картинной галереи перешло уже немало прекрасных графических работ, а именно «Экслибрисы». И вот сегодня очередная выставка, о которой расскажет нам Александр Степанович. Александр Степанович, у нас с вами прошло уже немало выставок, и большинство из них посвящались работам отдельных художников. А вот эта выставка немного другая. В чём её своеобразие? Это выставка книжной графики, мастеров, больших мастеров книжной графики, иллюстраторов книги, художников, которые могут решать очень сложные проблемы, очень сложные художественные задачи. И тем более, что это не просто иллюстраторы, а это графики, это художники, работающие в технике ксилографии, где нельзя ничего уже исправить. Поэтому человек с большим напряжением, ответственностью относится к работе от первого штриха и до последнего. Поэтому художественная ценность этих работ очень высокая, она была высокая, и сейчас и будет высокая ценность. А в жизни этих художников и в жизни этих экслибрисов, представленных на этой выставке, был период, когда они были ещё, кроме этого, и остро востребованы, поскольку было много вопросов в обществе к экслибрису, и нужно было ответить на эти вопросы, поскольку эти работы, мастерские, профессиональные, сильные работы, являлись и эталоном, и учебным пособием для начинающих и для всех экслибрисистов. Поэтому вот они все вместе, они сыграли большую роль в жизни экслибриса, и поэтому они вместе представлены. И ещё я хотел сказать, что они оказались востребованными в период возрождения экслибриса. Дело в том, что отечественный экслибрис в 30-е годы пропаганда назвала предметом частной собственности отживший, ненужный в обществе развитого, победившего социализма. И поэтому фактически в условиях репрессий, бывших тогда политических репрессий, это был фактически запрет. А когда в хрущёвское время началось возрождение экслибриса, значит, это был один из шагов. Для наших совсем, наверное, молодых посетителей или сейчас слушателей нашего небольшого сюжета, возможно, некоторые из них, может быть, не знают даже, что такое экслибрис, это слово слышат впервые. Хотелось бы уточнить, что это книжный знак, указывающий на принадлежность от данной книги к собранию, к библиотеке того или иного человека. И, как правило, авторы экслибрисов пытались в своих небольших графических произведениях отразить то, чем известен был этот человек, его какие-то пристрастия, может быть, даже зашифровать вот в такой небольшой композиции, вплести монограммы этого человека. Ну, то есть это очень интересное произведение, которое можно с большим интересом рассматривать. Вот Александр Степанович нам продолжит свой рассказ. Некоторые из этих старых мастеров, как Маторин, как Поляков, они еще застали то время, когда экслибрис не был запрещен, и это было частью их полноценной жизни. И вообще художник не представлял работу жизни, творчества без экслибриса, потому что это бесцензурная частная деятельность и возможности экспериментов – это душа, которая нужна была художнику. И поэтому, несмотря на эти запреты, в жизни художник этот экслибрис оставался. И если в 1933 году был запрещен экслибрис, то Маторин, честным образом, для своего друга, известнейшего художника-графика Ренберга, делает экслибрис, в 30-30. Или вот скульптору, известному скульптору, учительщу, который вошел в историю, как автор монумента в Тректов парке, как «Родина-мать Волгограде». И еще более знаменитый в те годы – это «Великое умничество» и «Наорало». Успешный, состоятельный художник, что ему подарить на день рождения. График делает ему экслибрис. Если, значит, Поляков, значит, пожилой уже человек, он, когда пошло возрождение, и Маторин, когда пошло возрождение экслибриса, стал работать клуб в Москве экслибрисистов, то они иногда бывали там, и была возможность встретиться, увидеть, поговорить. И они влияли на деятельность клуба. Скажем, это Калашников Анатолий Иванович, который вошел в историю графики, и очень успешный, работа которого есть практически во всех галереях мира, и в каталоге изданной в разных странах, он очень успешный. А начало творческого пути, начало известности, вернее, произошло в Тамбове. За полтора месяца до кончины, он, узнав, что я вот работаю над книгой Менделеева в Тамбове, просил переслать мне, не публиковавшийся его гравюру, портрет Менделеева, который в книгу использовал в книге, а доска, я передал в картины галереи, теперь в галереи есть интересный экспонат, не только гравюра Калашникова, но и доска, с которой это печатано. Они очень интересны, их бесконечно долго можно рассматривать. Александр Степанович, а вот скажите, пожалуйста, вы со всеми художниками, экс-лебресистами были знакомы лично, чьи работы у вас в вашей коллекции, или как-то попадали эти работы еще каким-то путем к вам? В абсолютном большинстве случаев я общался, было интересно не главное иметь, а главное его работу, а главное понять его отношения, его взгляды. Это очень интересно и позволяло полноценно. Вот если взять работы Кравцова, это талантный график, очень жесткая, крепкая, у него структура композиции, а там ни точки не поставишь, не им берешь точку, вот все собрано прям четко. И в то же время много смысла всегда. А вот особая память, если говорить о личном взаимоотношении, оставляет Александр Васильевич Сапожников. Вот это представлено здесь. Он человек в жизни не очень общительный, но у меня сложилось так, что я познакомился с ним у Курлика, в гостях, будучи Курлика, историком, с которым дружил я, и он был там. И вот это, видно, создало такую доверительную обстановку, и мы с ним с вами. Мы здесь как раз видим, да, экслитус Курлика, да? И не случайно он и саму Курлику делал, и Владимиру Петровичу, и супруге Ирины Константиновны делал вот очень белый такой знак Сапожников. Он жил в мире книги, и для него, это там, я приехал из Томбова, это где Козначейший. Вот, поэтому... Вот он этот секс-либрис, вот, да, он с юмором сделал. Да, да. И, причем, вот, то, что бежит этот штаб, вот, Козначейший убегает из добыток Козначейший, это не случайно, потому что и мне приходилось от него убегать, потому что в Москве командировки заняты. Я приходил к нему, задевался интереснейший разговор, я привозил каталоги тамбовские, где выставок, которые устроил, и деньги, и его работы были, а заканчивает выставку художник, который был вместе с ними, но который удивительный художник, он всегда удивлял меня и всех, удивлял Михаила Михайлович Верхоланцев, удивительной работой по характеру, удивительной и по жизни он, потому что никак его, все художники-социореалисты, его никак социореалистом не назовешь, но его и конструктивистом не назовешь, и импрессионистом не назовешь, и дадаистом, а все это есть. Он, в отличие от всех, стремился к экстребрисистам, художникам, стремился не к луконичности, вот как мы видим в предыдущих моментах, а стремился наполнить его, это жизнью, и в жизни и ужас, и счастье, и счастье, и все вместе. И он наполнял очень удивительный художник, и очень удивительно, что он сейчас живет, и мы живем в его время. Александр Степанович, спасибо вам за интересный рассказ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!